МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить». Наши авторы представляют информационную панораму недели, эксперты комментируют события. В общем, все как обычно, с прицелом на новостейную сиюминутность. Главное на сегодня. Наши в Сочи рязанские волонтеры рассказывают о первых впечатлениях от того, что происходит в Олимпийском городе. Встреча на линиях. Рязанцы обратились в мэрию с просьбой о содействии в развитии местных территорий. Сегодня о первых результатах. Суд идет. Вынесен приговор разбойнику, которому ранее удавалось уйти от правосудия. Ну а теперь обо всем подробнее. Патриарх московский в Сеяруси Кирилл отслужил молебен в новопостроенном сочинском храме нерукотворного образа спасителя. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил наших олимпийцев на победу. Издание «Интерфакс. Религия» цитирует патриарха. «Я хотел встретиться с вами для того, чтобы помолиться о ваших успехах, о вашем благополучии, о том, чтобы Господь в трудный момент соревнований дал вам силу духа. И когда будете выходить на старт, вспомните и мои слова. Сконцентрируйтесь, обретите внутреннюю силу духа, которая будет залогом вашего успеха». Конец цитаты. Также предстоятель выразил пожелание, чтобы пьедестал почета наполнялся представителями наших братских народов. Таким образом, российские спортсмены, а также атлеты из бывших республик Советского Союза получили патриаршие напутствие, а, соответственно, и спортивное вдохновение для скорых олимпийских стартов. Это уж, согласитесь, получше всяких там допингов и прочей запрещенной химии. Первое олимпийское соревновательное движение сделал сегодня в квалификационных заездах сноубордистов в дисциплине слоупстайл на трассе в экстрим-парке Роза Хутор британец Билли Морган. То есть, этот отчаянный спортсмен стал тем, кто уже начал спортивную часть сочинских игр. От нас в этой дисциплине выступает Алексей Соболев. Кстати, летучий снежный британец Морган осенью 2013 года во время подготовки к сочинским стартам сообщил репортерам, что тренировался с россиянами в Новой Зеландии, и, по его мнению, они добились колоссального прогресса и выглядят сейчас довольно сильной командой. Сегодня мы связались по телефону с Натальей Копыловой. Она самый что ни на есть наш человек в Сочи, олимпийский волонтер из Рязани. Вот что Наталья передает из Сочи в канун открытия игр. В нашей деревне живут некоторые из Америки, из Канады. Тоже волонтеры, которые участвовали в играх в Ванкувере. Есть уже волонтеры в возрасте, которые участвуют в Рязани 80, то есть вот они решили поучаствовать в Ванкувере 2014 года. Здесь тепло, солнечно, плюс 10. Снег не предвещается, да? Ну, прибрежной зоне нет, в горах снег лежит. В Рязани, между тем, продолжаются взрывные чудеса. Вчера утром поступило сообщение о том, что будет взорван гипермаркет лента. К вечеру хулиганы письмишком сообщили о готовящемся теракте в торговом доме НИТИ. До того были взрывные записки, которые находили в товарных корзинках, тех самых на колесиках, в нескольких крупных магазинах Дашковой песочни. Судя по всему, хулиганистые пересмешники не уезжают далеко от дома, чтобы полюбоваться плодами своих творческих трудов. На плоды вот они, на виду. Здесь тебе эвакуации, полиции, спецмашины. Рязанские силовики обучены хорошо и действуют четко по инструкции, однако что-то долго вьется веревочка записных хулиганов. Искать-то их ищутся, скорее всего, найдут. Но в условиях олимпийской специфики, в которой живет сейчас Россия, такие вещи особенно нервируют. Продолжает программу более позитивный материал от Глеба Галушкина на тему «Как нас видят и слышат сверху». Дело в том, что недавно рязанский мэр Виталий Артемов провел очередной личный прием граждан, на котором делегаты от имени народа попросили его заняться вопросами, накопившимися у жителей гор-рощи, а точнее у обитателей домов по 4-й и 5-й линии. О том, как отреагировала власть, в сегодняшнем репортаже. Долгое время местные жители этот парк на улице Шевченко иначе как страшным не называли. Однако в прошедшем году совместными усилиями горожан и чиновников из городской администрации парк стал приобретать облагороженный и человеческий вид. И теперь, как и прежде, жители близлежащих домов стали гулять здесь с детьми. Напомним, что Новопавловскую рощу городские власти хотели сделать парком еще в 2007 году. Однако активная работа по расчистке этой зеленой зоны от мусора началась лишь в середине лета прошлого года. За это время работники службы по уборке города опилили ветки со старых деревьев, а местные жители и волонтеры очистили дорожки и пруд от мусора. Здесь бомжи собирались и все. Здесь страшно было. Во всяком случае, мы вот с ребенком обходили стороной. А сейчас хочется здесь пройтись, по парку. Парк этот детский, будут тут дети, самые главные командиры и начальники. Всех пожеланий мы учитываем. Мы вот здесь пометили деревья, которые будем опиливать, и, значит, которые нависают над прудом, чтобы ветки сюда не сыпались. Пруд это будет дочищаться. И здесь будем рыбку ловить. Будем смотреть, рассматривать возможности установки детских площадок. Больше работ будет произведено по благоустройству самого парка, по оборудованию пешеходных дорожек. Также в планах у городских властей отремонтировать прилегающую к парку улицу пятая линия. В этом году здесь произойдет замена асфальтового покрытия. И это тоже пожелание местных жителей. Соответствующей просьбой на личном приеме они обратились к главе администрации Рязани Виталию Артемову. Пятая линия будет позволять спокойно выезжать направо и налево, налево комсомола. Эта артерия позволит соединить, можно сказать, то направление, которое двигается с Московского шоссе в направление улиц Черновицкой, в направление улиц Островского, в направлении того же бульвара Братиславского и выходить туда на Куйбышевское шоссе. Положительные перемены с Новопавловским парком – отличный пример взаимодействия власти и горожан. Ведь именно благодаря таким совместным усилиям заброшенная зеленая зона постепенно превращается в облагороженный сквер, куда без боязни на прогулку могут прийти дети и родители. Кстати, в ближайшую субботу, 8 февраля, здесь пройдет детский спортивный праздник, поучаствовать в котором может не только окрестная ребятня, но и все желающие. Дорожные полицейские Рязани по-прежнему отмечают рост нарушений правил на пешеходных переходах. В этом году зарегистрировано 58 таких ДТП. В результате 7 человек погибло и более 50 получили различные травмы. Что-то уж очень много, согласитесь. Потому и стоят на перекрестках патрули, и потому и проходят едва ли не ежедневно профильные рейды госинспекторов. Очередной жизненно-профилактический материал прямо сейчас в нашем эфире. Сотрудники ГИБДД проводят цикл рейдов на пешеходных переходах, которые расположены в центре города. Печальная статистика вынуждает прибегать к подобным мерам. Сколько бы дорожные полицейские не повторяли азы ПДД, на свой счет рязанцы эти предупреждения принимают нечасто. С начала 2014 года зарегистрировано уже 58 наездов на пешеходов, в результате которых 7 человек погибли и 55 получили травмы различной степени тяжести. Понять поведение участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, несомненно, можно. Пешеходам стоять у обочины и ждать, когда же автомобилист соблаговолит его пропустить, банально холодно. А обзоры водителей зачастую мешают либо припаркованные у переходов машины, либо солнце, либо свет от встречки. В настоящее время очень часто пешеходы пересекают проезжую часть в непосредственной близости от пешеходного перехода, но не дойдя до него. В результате часто на них совершаются наезды. Водители, в свою очередь, не уступают дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть. Зачастую не останавливаются при том, что двигающееся по соседней полосе транспортное средство остановилось. Поэтому госавтоинспекция обращается к водителям с требованием строгого и неукоснительного соблюдения правил проезда пешеходных переходов. Сводки о дорожных происшествиях обновляются практически ежечасно. А выводы – дело индивидуальное. И мы вслед за дорожными инспекторами не устаем повторять вновь и вновь. Граждане, будьте внимательнее на проезжей части. И уважайте не только себя любимых. На дорогах-то все равны. Сегодня в Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора в отношении участника разбойного нападения на женщину в Скопине. Дело было пять лет назад. Одного из налетчиков поймали и уже дали 9,5 лет строгого режима. А вот сегодняшний подсудимый долгое время бегал, но как к веревочке не виться. Его поймали, арестовали. И вот приговорили. Рассказывает Оксана Тебенихина. 18 тысяч рублей кошелек и бутылка бальзама. Именно столько стоила жизнь пенсионерки и Скопина, по мнению двух ее палачей. По версии следствия, дело было так. Вечером 22 января 2009 года Калинин и Нефедов во время распития спиртных напитков решили совершить нападение на жительницу города Скопина, которая, по их сведениям, проживала одна. И они решили похитить принадлежащие ей денежные средства и ценные имущества. Вечером следующего дня они также, распивая спиртное, разработали план нападения на женщину, распределили между собой роли. При этом они не исключили причинение смерти пожилой женщине. Реализуя преступный умысел, они пришли к заранее выбранному дому. Калинин постучал в окно и попросил женщину выйти на улицу. После того, как она вышла, Нефедов напал на нее и вместе с Калининым нанесли ей удары, в том числе по голове, металлической трубой, которую они с собой также принесли заранее. После этого они стали обыскивать дом, искали деньги, ценные имущества. В результате обнаружили шкатулку, где лежали деньги в сумме 18,5 тысяч рублей, бутылку бальзама и женский кошелек, в котором находилось около 3,5 тысяч рублей. Выйдя во двор, Нефедов осмотрел лежавшую женщину и снял с ее ушей золотые серьги. Беспощадные налетчики, убийцы, беглецы, страшные люди. Поднять руку на пожилую женщину ради легкого заработка, которого едва ли хватит на хорошую пьянку-гулянку. Правильно сказал когда-то писатель Сергей Довлатов про то, на что порой способен наш народ. Посмотришь и остолбенеешь. В марте 2012 года состоялся суд над первым палачом. 9,5 лет строгого режима. Таким было и остается его наказание. А по решению суда, состоявшемуся сегодня днем, второго убийцу посадят на 13 лет. На сегодня эфир программы «Время говорить» подошел к концу. Следом за нами выйдет проект подробностей. Сегодня в нашей студии Татьяна Пыжонкова, министр молодежной политики, физкультуры и спорта нашей области. Разумеется, речь пойдет о наших местных олимпийцах, а вообще о рязанском присутствии на сочинских играх. Ведущий программы Евгений Зызин. Ну а у нас на сегодня все. Увидимся вновь завтра. Для тех, кто совсем заработался, напомним, это будет пятница. Следовательно, завтра мы подведем итоги уходящей недели. А самое главное, посмотрим трансляции, открытие Олимпиады в Сочи. Зрелище обещают фантастическое. Всем удачи, хорошего вечера и до встречи. Олимпиады в Сочи